Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем следить за фундаментальными событиями, влияющими на динамику финансовых активов. Сразу предлагаю перейти к нашим привычным инструментам, которые мы разбираем. Начнем с нефтянки Brent 6330. Это те котировки, которые мы можем увидеть сейчас. Как день сурка, друзья? Ситуация со ценовой динамикой в принципе не меняется. Я думаю, что, если вы помните, в конце недели я тоже констатировал те же самые ценовые уровни. Рынок явно демонстрирует вялую динамику. На мой взгляд, это еще одно доказательство того, что в данный момент идет накопление сил, которые реализуются и в конце концов приведут к дальнейшей мощной динамике и, соответственно, если уж удача будет на стороне покупателей, к которым традиционно с некоторых пор отношусь я, то Brent сможет прорваться снова выше 65 долларов за баррель. Почему я настаиваю на том, что у котировок черного золота есть очень хороший потенциал для движения вверх? Потому что мы говорим о премии за геополитический риск, которая продолжает дисконтироваться в стоимости Brent и WTI. Эта премия является следствием уже подтвержденного факта крайней уязвимости нефтяной инфраструктуры Ближнего Востока. На прошлой неделе инциденция атакой дронов на инфраструктуру Saudi Aramco стал причиной катастрофического роста котировок больше, чем на 10%. И даже несмотря на то, что на протяжении всей прошлой недели с этого мощного роста котировки откатывались, все равно цены по итогам недели оказались в плюсе больше, чем на 5%. Друзья, я думаю, что сохранение опасений за то, что ситуация с вот этими терактами, влияющими на уровень нефтедобычи, может повториться, будет оказывать, наверное, самое основное в плане поддержки влияние на цены на нефть. И я сейчас подчеркиваю, что подтвержденный факт уязвимости инфраструктуры, мы должны обращать внимание на этот нюанс в данный момент времени, когда Саудовская Аравия начала военную кампанию против Йемена. Я думаю, что эскалация дальнейшей напряженности, сам факт боестолкновений, все это оказывает классическую поддержку рынку черного золота, потому что это ближневосточный новостной фон. Также я повторял, друзья, что мы не должны забывать еще и про довольно четкую конфронтацию, которая усиливается в адрес диалога с Ираном, с Тегераном. В частности, накануне Великобритания, Франция и Германия сделали совместное заявление, где был подтвержден факт того, что их убедили, потому что Иран причастен к тем атакам, которые имели место быть, вот минувшие, точнее, даже в позапрошлые выходные. Иран категорически отрицает свое участие в этом, и поскольку европейские страны стали, собственно, на сторону США, Иран также сделал вчера заявление о том, что никакой новой ядерной сделки не будет, хотя бы потому, что Европейский Союз не соблюдает старые условия ядерной сделки. Соответственно, Ближневосточный фон, основной фон поддержки для рынка черного золота, и я считаю, что в ближайшие дни, друзья, мы сможем увидеть развитие мощной восходящей динамики. Доллар иена 107.59. Сейчас мы говорим о геополитических рисках, о росте напряженности в мировой экономике, и, соответственно, говорим о тех факторах, которые оказывают поддержку именно защитным инструментам. То есть здесь Ближний Восток, о котором я сейчас много уже говорил, есть не самые радужные новости по отношениям США и Китая. Уж не знаю, насколько это подтвержденная информация, но вот сегодня в нескольких источниках я видел также комментарии о том, что Китай отменил предстоящие и запланированные на октябрь переговоры. Ну, эту информацию еще нужно проверить. Хотя я, если и найду подтверждение, ни грамма не удивлюсь в свете того, какие комментарии позволял себе Трамп на прошлой неделе, мы о них, собственно, говорили. Поэтому еще, скажем, месяц назад, друзья, я говорил вам о том, что очень низкая вероятность того, что США и Китай смогут прийти к какому-то консенсусу, к каким-то договоренностям. Очень велика пропасть между ними, именно очень много спорных моментов, по которым не удается прийти к общему знаменателю, к общему базису. Поэтому к росту мировой торговой напряженности мы с вами вернемся, я думаю, что уже в перспективе ближайших пару недель. Пока что держим короткие позиции. Золото растет. Хай вчерашнего дня 1526 долларов за тройскую унцию. Сейчас мы немного откатили. Держим длинные позиции, ориентируемся на цель 1550. Очень важный день сегодня для австралийского доллара. Котировки на данный момент 0,6778. Я предлагаю сделку с лимит с уровнем 0,6790. В 12.55 по московскому времени нашему вниманию будет представлена конференция руководителя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу. В свете последних протоколов и крайне слабого отчета по рынку труда, когда уровень безработицы в Австралии вырос до 5,3%, мы фактически будем свидетелями анонса октябрьского снижения процентной ставки. Опять же, как то самое проактивное действие, которое направлено на сокращение свободных трудовых ресурсов и снижение уровня безработицы. Это важный, друзья, нюанс. Если мы получим заявление о том, что ставки будут снижены в октябре, то перспектива более раннего смягчения монетарной политики должна ударить по курсу австралийского доллара. И при реализации такого сценария я вполне допускаю, что австралиец против доллара сможет протестировать уровень 0,67 даже в рамках текущей торговой сессии. По евро против доллара 0, точнее 1,0990 сейчас котировки. Лоу вчерашнего дня 1,0965. Вышел целый блок статистики по индексам производственной активности. В частности, вчера евро все-таки нам доказал, что этот актив лучше рассматривается с точки зрения продаж. Поэтому длинные позиции, друзья, отменяются. Индексы производственной активности на минимальных, многолетних минимумах. Это свидетельство того, что и в третьем и четвертом квартале экономика валютного блока будет переписывать тоже многолетние минимумы. Я думаю, что не нужно вам напоминать, друзья, что такая слабая статистика – это явное доказательство того, что ЭЦБ правильно поступил, что задействовал крайние меры по экономическому стимулированию. А Драги, который также выступал вчера, не сказал нам ничего нового, лишь подтвердил, что политика остается адаптивной. И, в принципе, ЭЦБ готов действовать дальше, если экономика будет слабеть. А, судя по всему, слабеть она действительно будет. И фунт против доллара мы снова наблюдаем за снижением пары. Как вы помните, в конце прошлой недели Лондон представил Брюсселью документ, в котором якобы были предложены альтернативные способы нахождения общего языка по самым спорным вопросам, в том числе и по бэкстопу. Брюссель взял несколько дней на технические заседания и разборы этих предложений. И вот вчерашний комментарий о том, что ничего не устраивает Брюссель, Лондон настаивает на прежних условиях и переговоры, друзья, снова в тупике. В принципе, об этом я говорил, поэтому пара фунт-доллар, как и раньше, остается в числе аутсайдеров. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok